Добрый вечер! Это третий видос. Работая над предыдущими двумя в течение всего дня, просто я записал, потом ушел, потом пришел. Я, знаете, как бы сказать, неожиданно для себя, а возможно, скорее всего, закономерно, пришел к такому выводу и с вами поделюсь. А вы уже сделаете свой вывод сами. Можно говорить о достоинствах научной, официальной медицины, которая всех гнет через колено только так и никак. Можно говорить о народной медицине, что вот она там проверена столетиями, тысячелетиями, как-то их там сравнивать между собой, делать выводы или не делать выводы, жить. Ну вот, работая над вот этими двумя видосами, я, естественно, взял и посмотрел на статистику. То есть, вот что обещает нам Всемирная организация здравоохранения, которая сейчас правит балом медицинской, официальной медицины, и вот говорит, вот такие-то, такие-то, такие-то у нас достижения. Вот она таблица. Прогноз увеличений онкологических заболеваний в мире развитые страны, развивающие страны по всему миру в случае в миллионах. Итак, согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество новых случаев заболеваний, раков возрастет примерно на 70%, достигнув цифры 21,6 миллиона в год. Не знаю, что у вас в голове, а у меня встает вот такой вопрос вообще-то. Да, ну раз вы такая научно-технологическая вот медицина, и вы говорите, что количество новых случаев заболеваний, раков возрастет на 70%. Почему? За счет чего? Я в каком-то недоумении. А где ж наука, которая должна, наоборот, все это сократить, а не это, не констатировать, что она будет увеличиваться, несмотря на что огромные деньги тратятся, якобы на исследование, якобы на лечение, якобы на раннюю диагностику, якобы еще на что-то. А какие ж еще причины находятся в обществе, которые способствуют вот этому росту? Вы их исследуете или нет? Дальше пойдем, ладно, первое, да? Второе. Сердечно-сосудистые заболевания, вот говорят, бич, бич в мире, значит, так сказать, радуют, радуют, знаете, чем? Что 23 миллиона людей умрет от сердечно-сосудистых заболеваний к 2030 году. Основные причины болезни сердца – инсульт. Умрет. Знаете, и вот это вот только раз, она растет туда, значит, стартует, как ракета. Но, опять-таки, у меня вопрос научная, вы же какие-то эксперименты ставите, какие-то исследования ведете. Вообще, что вы делаете такого, чтобы вот эта смертность снижалась? Оно у вас растет. Вы вообще сами пишете, сами себя выдаете. Чем вы там занимаетесь, там наверху какие-то люди решают. И решение это вот так в этих прогнозах. Поэтому мне, знаете, не знаю, как у вас, а у меня только одно, одна мысль. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть спасайся, как можешь, народной медициной, еще какой-то медициной, какой угодно. Но только неофициальной, которая вот такие вот цифры нам говорит. Что будет, будет, будет. Почему будет? За счет чего будет? Как это все уменьшить? Будет и все. Поэтому у меня только один вывод из всего этого. Просто из этих двух вот таких вот графиков. что раз вот эта вот супер-дупер цивилизованная научная медицина прогнозирует такие вещи, и она тебе говорит, ты просто умрет, и вот 23 миллиона там умрут, попадешь ты туда, не попадешь ты. Остается только самому учить, от чего здоровье зависит, и применять это к себе. В противном случае вот такие вот вещи от Всемирной Организации Здравоохранения. Кроме прогнозов, никаких каких-то положительных результатов. Может, я там не прав, ну поправьте меня, что там же где-то стараются, чтобы что-то снизить. Но все эти старания ведут к тому, что все это только возрастает. И вот это вывод один. Своим здоровьем должен заниматься сам. Я такого мнения поддерживаюсь. Я вас не агитирую ни за что, я просто привожу вот эти сведения, чтобы вы задумались. А дальше действуйте сами. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.